здравствуйте ребята сегодня у нас шестой урок тема сегодняшнего урока это солнечная система сегодня на уроке мы узнаем что представляет из себя солнечная система какие дела входят состав солнечной системы какие представления существовали о строении солнечной системы и по каким законам происходит движение космических тел солнечной системе солнечная система это система небесных тел центром которого является солнце состав солнечной системы входит центральная звезда солнце планеты обращающиеся вокруг солнца по определенным орбитам спутники этих планет астероиды малые тела пояса койпера и кометы объединяющим признаком всех объектов входящих состав солнечной системы является их обращение вокруг солнце солнечная система сформировалась путем гравитационного сжатия газа пылевого облака примерно 4,57 миллиарда лет назад то есть приблизительно около пяти миллиардов лет назад солнечная система входит состав галактики млечный путь солнечной системы люди думали что солнце и планеты движутся вокруг неподвижной земли во втором веке до нашей эры греческий ученый клавдий птолемей попытался создать теорию видимого движения солнца луны и звезд известных тогда планет на основе каталога гепарха собственных наблюдений и физики аристотеля он разработал самую подробную и популярную гео-центрическую систему мира гея в переводе земля по теории птолемея земля неподвижно и находится в центре мира планеты известные на то время вращаются по строго круговым орбитам движение планет равномерное небосвод представляют собой вращающуюся сферу на которой находятся неподвижные звезды земля может считаться точкой по сравнению с расстоянием до сферы этих неподвижных звезд теория мироздания птолемея продержалась полторы тысячи лет на протяжении то есть полторы тысячи лет люди считали что земля является центром вселенной ну почему это произошло идею птолемея аристотеля поддерживала церковь а те кто пытался усомниться и опровергнуть мироздание птолемея и эту теорию подвергались суду инквизиции и даже казни лишь только в шестнадцатом веке польский астроном николай карперник разработал гелио центрическую модель мира гелиос солнца положивший начало первой научной революции коперник наблюдал в течение 30 лет за звездами и планетами изучая труды античных мыслителей и своих современников производя сложные математические расчеты пришел к выводу что именно солнце а не земля находится в центре мира что земля и все планеты обращаются вокруг солнца вращаясь одновременно вокруг своей оси звезды которые находятся на огромном расстоянии от солнца и земли ученые тоже так же как это льми считал неподвижными и образуют сферу которая ограничивает вселенную движение звезд коперник связывал с вращением земли вокруг своей оси а с полным оборотом в 24 часа теория мироздания коперника постепенно стала побеждать и утверждаться во всем мире солнце обычная звезда которая светит самостоятельно за счет высокой температурой поверхности почти вся масса солнечной системы а это девяносто девять целых восемь семь сотых процента сосредоточено самом солнце масса солнце в 740 раз превышает массу всех планет и сильным гравитационным полем удерживает их около себя размером солнце также значительно превосходит любую планету и ее систему гравитационным полем удерживает спорта как и Spirit а пауза как и правда пауза Восемь планет 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 Восемь Wähler Восемь spend Восемь планет Восемь планет Восемь планет меньше Луны. Вот перед вами примеры планет карликов. Кстати, Плутон, когда его был открыт, он в 1930 году, он недолго побыл в качестве девятой планеты открытой. В 2007 году его вычеркнули из состава планет по многим причинам, и теперь он относится к малым телам, к планетам карликов. Несколько тысяч астероидов образуют астероидный пояс между орбитами Марса и Юпитера. По мнению ученых, пояс астероидов, возможно, был раньше какой-либо планеты. Но по каким-то причинам раскололась планета. Некоторые астероиды могут сближаться с Землей. За орбитой Плутона, который, кстати, как раз я вам опоминала, в 2007 году был исключен из состава планет, находится еще один пояс малых планет, который открыт был совсем недавно. Называется это пояс Койпера с карликовыми планетами. А еще дальше расположено облако Оорта, где рождаются кометы, и откуда они иногда приходят в окрестности нашего Солнца. Помимо всех перечисленных космических тел, планеты, начиная с Земли, имеют спутники. В настоящее время открыты 154 спутника планет. Из них 115 спутников имеют собственные номера и названия, а остальные временные обозначения. Земля имеет один естественный спутник, нам известный Луна. Марс имеет два спутника, которые дали название Фобос и Деймос. Юпитер в настоящее время содержит 63 спутника, Сатурн 47, Урана 27 спутников, Нептун уже содержит 13 спутников, а спутник Плутона, карликовой планеты, это один, называется Харон, его назвали. Рассмотрим видимое движение планет, поскольку при наблюдении Земли их движение планет вокруг Солнца накладывается еще на движение Земли по своей орбите. И планеты как бы перемещаются по небосводу, то с востока на запад, это называется прямое движение, то с запада на восток, это попятное движение. То есть понятно, что это связано с особенностями движения нашей Земли. Характер видимого движения планеты зависит от того, в какой группе принадлежит. Планеты описывают петли, они просто движутся туда-сюда по одной линии, исключительно из-за того, что плоскости их орбит не совпадают с плоскостью эклиптики. Размеры петли тем меньше, чем больше расстояние между планетой и Землей. Вот так нам выглядит вот такая петлеобразная форма движения планет, потому что Земля оказывается на разном расстоянии. После того, как утвердилась гелиоцентрическая модель Коперника, многие ученые пытались вывести закон закономерности в движении небесных тел. Наблюдаемое положение планет не соответствовало вычисленному в соответствии с теорией кругового движения планет вокруг Солнца. В XVII веке ответ на этот вопрос искал немецкий астроном Иоганн Кеплер. Иоганн Кеплер изучал движение Марса по результатам многочисленных наблюдений своего учителя, известного датского астронома Тихобраги. Таким образом, Кеплер вывел законы небесной механики, которые человечество и сейчас использует. Познакомимся с ними. Первый закон Кеплера гласит, что орбита каждой планеты есть элис, в одном из фокусов которого находится Солнце. По элипсам движутся не только планеты, но и их естественные и искусственные спутники. Наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты А называется Афелием, а точка наиболее ближайшая называется П-Перигелий. Линия, которая соединяет любую точку элипса с одним из ее фокусов, называется радиусом вектором этой точки. Есть фокусы у элипса, их два, F1 и F2. Вот расстояние С это расстояние от центра элипса до его фокуса, а обозначенная буквой А это большая полуось, то есть это среднее расстояние планеты до Солнца. А еще среднее расстояние вот это А от Земли до Солнца называется астрономической единицей, то есть принято за астрономическую единицу. Одна астрономическая единица это расстояние приблизительно от Земли до Солнца, а равно оно приблизительно 150 миллионам километров. Ну а теперь второй закон. Второй закон Гекмара гласит, что радиус-вектор планеты в равные промежутки времени описывает равные площади. Второй закон Кеплера еще называют закон площадей. Планеты, движущиеся вокруг Солнца, они движутся неравномерно, и поэтому линейная скорость планет вблизи перигелия больше, чем вблизи офелия. Вот у Марса вблизи перигелия скорость равна 26,5, километров в секунду, а уже вблизи офелия 22 километра в секунду. У некоторых комет, например, орбиты настолько вытянуты, что вблизи Солнца их скорость доходит до 500 километров в секунду, а в офелии снижается до 1 сантиметра в секунду. Ну и третий закон Кеплера. Квадраты сидерических периодов обращения двух планет относятся как кубы больших полуосей и их орбит. Сидерический период обращения это промежуток времени, в течение которого какое-либо небесное тело совершает вокруг главного тела полный оборот относительно звезд. Понятие сидерический период обращения применяется к обращающимся вокруг Земли телам. Луне, допустим, здесь уже имеется в виду сидерический месяц и искусственным спутникам, а также к обращениям вокруг Солнца планет, кометам и другим. Сидерический период также называют годом. Например, Меркурианский год, Юпитерианский год. И перед вами как раз представлена таблица, в которой показаны сидерический период обращения различных планет и Луны. Вы можете с нею потом подробно познакомиться. Чем ближе планета к Солнцу, тем больше скорость ее движения. Солнце вместе со своими космическими телами вращается вокруг центра галактики, нашего родного дома галактики родной. Это Млечный путь. Если представить Млечный путь как город, то наша планета расположена где-то недалеко от пригорода этого большого города. Солнцу требуется от 225 до 250 миллионов лет, двигаясь со скоростью 230 километров в секунду, чтобы совершить полный оборот вокруг центра Млечного пути. Это называется в астрономии галактическим годом. Если бы мы измеряли время этими галактическими часами, то Земле было бы около 16 лет, Солнце образовалось бы около 20 лет назад, а Вселенная около 60 лет назад. Путешествие системы по галактике напоминает орбиту Земли вокруг Солнца. Изучение Солнечной системы будет продолжаться еще очень долго. Никто не знает, сколько загадок еще скрывает Солнечная система, сколько будет новых открытий, экспедиций, экспериментов. Остается множество интересных, нераскрытых вопросов и в частности, была ли жизнь на других планетах. До сих пор существуют лишь одни теории. Ну а сейчас самое главное на сегодняшнем уроке. Солнечная система — это система небесных тел, центром которой является Солнце. В состав Солнечной системы входит 8 планет, обращающиеся вокруг Солнца по определенным орбитам, а также спутники этих планет, астероиды, малые тела пояса Койпера и кометы с орбиты Оорта. Объединяющим признаком всех объектов, входящих в состав Солнечной системы, является их обращение вокруг Солнца. Солнечная система входит в состав галактики Млечный путь. Почти вся масса Солнечной системы сосредоточена в Солнце. Вокруг Солнца вместе со всеми космическими телами вращается вокруг центра нашей галактики Млечный путь. На этом наш урок закончен. Благодарю вас за внимание. До следующей встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok